40-летний мужчина был доставлен в приемное отделение Котловской центральной городской больницы 2 сентября. Во время выполнения прыжков он получил серьезную травму позвоночника. Состояние было достаточно тяжелое и в связи с тем, что ему необходимо было специализированное лечение по поводу этой травмы, он был 3-го на следующий день транспортирован в Архангельск на вертолете санавиации в областную больницу для оперативного лечения. В областной больнице Котлашанин был прооперирован. Его состояние оценивается как тяжелое. Такой серьезный случай в практике котловских медиков произошел впервые, тогда как с легкими травмами, ушибами и растяжениями посетители батутных центров обращаются регулярно. В числе пострадавших этим летом 7-летняя Оля. Меня пригласили на день рождения в батутный центр. Мы там играли, веселились. Я запнулась, упала и у меня была шишка на лбу. А когда я прыгала вместе с мамой в яму, у меня начала болеть спина. Прыжки на батуте чрезвычайно популярны во всем мире. Специалисты утверждают, что такое развлечение весьма полезно для сердечно-сосудистой системы. Улучшается циркуляция крови, а сердце, легкие и мозг снабжаются большим количеством кислорода, что в общем итоге может способствовать умственной работоспособности и улучшению памяти. Но это если соблюдать во время прыжков определенные правила безопасности, а трюки выполнять только в присутствии инструктора. Прыжки на батуте, как и другие гимнастические, акробатические упражнения, относятся к разряду сложно-коррадиционных действий. Любая смена угла выполнения упражнений, она может привести действительно к очень серьезным травмам. Поэтому все хорошее должно быть тщательно организовано и спланировано. Кстати, череда несчастных случаев во время посещения батутных центров в Котласе стала поводом для их внеплановой проверки. Такое решение озвучил глава города на 1 сентября расширенной планерке.